Сегодня в Москве с ежегодным посланием Федеральному собранию выступил президент России Владимир Путин. На оглашении послания присутствовал и глава Чуваша и Михаил Игнатьев. В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца работала наша съемочная группа Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Своё ежегодное послание Федеральному собранию президент России по традиции оглашал в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В этом году сюда было приглашено более тысячи человек. Это и депутаты Государственной Думы, и члены правительства, и руководители регионов. В первых рядах на послании президента сидели и боевые летчики, которые сейчас помогают сирийским войскам уничтожать запрещенную в России организацию ИГИЛ. Борьба с терроризмом сейчас выходит на первый план, отметил Владимир Путин. С теми, кто угрожает России, будет вестись самый жесткий разговор, подчеркнул президент. В частности, в правительстве намерены существенно расширить санкционный список против Турции. Цитата Путина, они не отделаются только помидорами. В своем послании президент остановился и на теме импортозамещения. Сегодня Россия может предложить и есть варианты решения действительно хорошего экспорта. В том числе и это касается промышленности, потому что сегодня действительно возможности есть для того, чтобы преодолевать какие-то санкционные решения в мире. И все-таки предлагать и нашим партнерам, и ПСНГ новую продукцию и качественную продукцию. Хорошие новости Путин озвучил и для предпринимателей. В стране намерены усилить поддержку машиностроительной отрасли, а также легкой и автомобильной промышленности. Отдельная тема президентского послания – развитие регионов. Субъекты страны должны улучшать свой инвестиционный потенциал, отметил Владимир Путин. Сегодня экономика вышла на первый план. Ну, кроме внешнеполитических вопросов, вы заметили, что это первое послание, в котором сначала говорилось об экономике, а потом о социальных проблемах. Потому что, когда все ничего в экономике, то можно говорить о том, как улучшать жизнь народа, это самое важное. Но когда все в экономике не очень, то прежде всего надо понять, где мы будем зарабатывать деньги для того, чтобы население жило лучше, чтобы правильно проводить социальную программу. Поэтому сегодня главный упор на экономику. Я вижу, что в Чувашии развивается, там много интересных проектов, особенно в сельском хозяйстве. Вот сейчас там начинаются проекты, я слышал очень активно по СОЭ, нас тоже это интересует, это очень важное направление в сельском хозяйстве. Сегодня президент отметил особенно, очень долго и очень детально говорил о сельском хозяйстве, это очень важное направление. И я думаю, что Чувашия станет одним из лидеров в этом направлении. От экономики к социальной политике. Владимир Путин отметил, что в стране еще на два года будет продлена программа материнского капитала. Продолжится строительство школ, детских садов, необходимо развивать и агроотрасль. Касаясь сферы образования, здравоохранения, других сфер, школы будут строиться. То, что мы сказали, федеральные средства будут выделять уже в 2016 году. Мы к этому готовы, мы будем участвовать в этой федеральной программе. Это большая для всех, для нас всех большая радость. Потом по учреждениям здравоохранения мы вот 100 фапов построили. Как раз он сказал, под видом оптимизации мы закрываем отдельные учреждения, но в отдельных регионах. Тем самым потом люди ездят за 100 километров для того, чтобы получить первичную медицинскую помощь. 50 фапов обещали, будем это строить. Следующий год, отметил Путин, для страны будет непростой. Жителям России предстоит выбрать депутатов Госдумы. Президент потребовал провести честную избирательную кампанию. Приоритеты расставлены. Послание президента должно стать стратегическим документом, на которое местные власти будут операться еще, как минимум, весь следующий год. Медрик Валев и Андрей Шуклев. Республика. Из Москвы. Продолжение следует... Продолжение следует...